Музыка 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Да, мы знаем, что в Ангарске хотят установить памятник. Памятник учителю. И телекомпания «Актис» проводит серию благотворительных телемарафонов для того, чтобы собрать средства для этого памятника. А сегодня у нас в гостях главный инженер телекомпании «Актис» это Андрей Иванов, который нам расскажет о данном проекте. Доброе утро. Привет, ребят, привет. Да, я предлагаю действительно перейти на ты. Мы все-таки коллеги. Безусловно, я согласен. Андрей, рассказывай про проект. Можно назвать его уже практически традиционным. Это благотворительный телемарафон. Мы неоднократно, телекомпания «Актиз» проводила подобные мероприятия. Когда строили памятник в Ангарске первостроителям, когда строили храм, когда украшали храм, мы всегда проводили специальные благотворительные телемарафоны. Они проходили в прямом эфире с целью сбора средств на вот эти все мероприятия. И сейчас мы начали очередной благотворительный телемарафон, который направлен на сбор денег, на строительство памятника учителю, поскольку этот год – это год педагога и наставника. Сколько у нас времени для того, чтобы собрать нужную сумму? Ну, как можно быстрее надо. Мы запланировали вообще пять марафонов. Мы хотим за пять марафонов уложиться, и все-таки, чтобы необходима сумма уже была. Первый марафон у нас был 20 января 2023 в 20.00. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добрый вечер. На часах 20.00, и мы начинаем телемарафон в прямом эфире нашего канала. Да, сегодня стартует первая серия благотворительных телемарафонов по сбору средств на строительство памятника учителю в Ангарске. И еще четыре впереди каждую пятницу в 20.00 прямой эфир, полтора часа живого общения. Это понятно. Теперь, Андрей, сколько вешать в граммах? Ну, тут, наверное, не в граммах, а в рублях, да. Нам необходимо собрать всем. Нужно собрать 6 миллионов рублей. Тогда этого хватит на строительство. Какая часть уже собрана? Ну, грубо говоря, если округлить, то где-то одна шестая уже собрана. То есть еще впереди колоссальная работа, но я думаю, что благодаря нашим телемарафонам в том числе, люди, просто многие это не знают о том, что можно поучаствовать в таком хорошем деле, благодаря марафонам они об этом узнают. То есть те телезрители, которые нас сейчас смотрят, могут тоже принять участие и внести свою лепту, правильно? Вообще все, любой гражданин, любой человек, который неравнодушный, так скажем, может в этом принять участие. Мы можем вывести, я думаю, у вас есть такая техническая возможность вывести на экран реквизиты счета, на которые нужно перечислять любые деньги, там, рубль, сто пятьдесят, и тем самым принять участие в этом хорошем деле. Я предлагаю так, дорогие телезрители, те, кто был студентом, когда-то был студентом, а может быть сейчас студент, откажитесь, пожалуйста, от чашечки кофе, она стоит порядка ста пятидесяти двухсот рублей, и, собственно, один день, я думаю, это будет хорошо и на благо, и перечисляйте эту сумму вместо кофе на строительство памятника. Да, с миру по нитке и памятнику в Ангарске, да, где будет расположен этот памятник? Ну, здесь как раз все логично, у нас в Ангарске есть педагогический колледж, это как раз то место, которое выпускает в большой мир людей, которые будут дальше учить детей, педагогов, и, соответственно, напротив этого места будет установлена скульптурная композиция учителю. Это к пятому октября она должна быть установлена. Пятого октября это день учителя, поэтому и памятник, не памятник, но, наверное, все-таки, правильно сказать, скульптурная композиция как раз к этой дате должна быть установлена. Андрей, скажи, пожалуйста, есть уже какой-то дизайн-макет, как выглядит скульптура, какого размера, какого веса, из чего она будет сделана? Ну, насчет как выглядит, есть уже макет. Вообще, каждый наш прямой эфир начинается с заставки, на которой изображен макет будущего памятника. Это учительница с ребятишками, которые на нее смотрят, заинтересованы, любя, они сидят на лавочке. Это вот так будет выглядеть скульптура. Будет она выполнена из бронзы. А насчет размера я точно такой же вопрос задал скульптору, который будет ее изготавливать. Это иркутский известный скульптор Евгений Ставский. Он пришел к нам на первый прямой эфир, который был в пятницу 20 января. На что он мне ответил, что у нас, у скульпторов, есть свои подходы, да. И мы делаем скульптуры в пропорциях 1 к 1,5 к 2. Ну, вот был от него намек на то, что 1 к 2. То есть примерно такая хрупкая учительница, как Алена, будет в два раза больше смотреться на скульптуре. Ну, и, соответственно, ребятишки тоже. То есть порядка 4 метров? Почти так. Если бы это делал Церетели, то точно так было бы. Ну, там уже 4 тысячи метров, если речь о Церетели. Говорил про прямые эфиры. Тут же вопрос. Вот мы с Игорем, дай бог, пишемся все-таки в записи. Насколько сложно выходить в прямой эфир? Да, это не просто. Это работа целой большой команды. Прямые эфиры – это, ну, как за глаза называется, нет права на ошибку. То есть подготовка довольно серьезная. А когда прямой эфир не просто новости, которые у нас ежедневно выходят, там мы уже, конечно же, сработались, привыкли. И ведущие уже спокойно себя чувствуют в прямом эфире. И те, кто за кадром, это тоже большая команда, все знают алгоритм действий. А когда проводим телемарафон, это немножко другое. Тут приходят гости, люди, которые впервые оказались в студии некоторые, а особенно в прямом эфире. Вот тут нужно, конечно, и к ним подход вовремя найти. Люди же боятся камеры многие. И для них это шоковые ситуации. И с ними тоже ведется работа, соответственно. Но первый эфир прошел, слава богу, практически без сучка и задорника. Конечно, были шероховатости, не без них. Ну, на ошибках учимся. У нас каждую пятницу в 20.00 прямой эфир, полтора часа живого общения. Да, у нас каждое утро программа «Новый день», где мы вам дарим хорошее настроение. Совершенно верно. Ну, а есть ли такие шоковые ситуации, когда что-то сломалось, что-то не так пошло, нестандартные? Как выходит из них? Не дай бог, чтобы твои слова до богу в уши. Очень все за это переживаем, все этого боимся. Но бывает, бывает, конечно, техника есть техника. Люди есть люди, да, так буду банально выражаться. Иногда случаются в прямом эфире какие-то шерховатости, недочеты. Ну, что если говорить про новости? Я ежедневно в час дня выхожу в прямой эфир с дневным выпуском новостей. Там происходят некоторые моменты, когда, например, перестает работать суфлер. Ты читаешь новости, и он перестал работать. Тогда ты должен по памяти... Текста нет? Текста нет. Текста нет. Но ты до этого прочитал, и ты по памяти говоришь, пытаясь сказать это грамотно, так же, как было написано журналистами. Не всегда это получается, но в основном, да, это выходит нормально, и даже зритель этого не видит. В общем... Наша задача, чтобы любая наша ошибка не была видна там, за кадром, у зрителя. Да, совершенно верно. Поэтому мы стремимся. Прямой эфир – это ответственно, и нужно грамотно уметь выкрутиться. Это точно. Это наш профессионализм. Точнее, твой. Спасибо большое. Ты мне льстишь. Андрей, огромное спасибо, что пришел к нам в студию с таким большим проектом. Хотелось бы, чтобы ангарчане, наверное, даже все и каждый поддержали, потому что, когда мы будем проезжать мимо данного памятника, понимая, что мы вложили туда частичку себя, это, наверное, будет приятно. Да, совершенно верно. Все вместе сделаем большое и красивое дело. Я приведу туда сына, к памятнику, скажу, видишь эту скульптуру, посвященную учителю, так вот в ней есть немножечко от твоего папы тоже. А вот я туда тоже вложил что-то. Кстати, компания «Актиз» тоже приняла участие в сборе средств, мы также перечислили их на расчетный счет. Андрей, ну что, хочется подытожить? Да, давайте завершать, ребята, эфир не резиновый, и в вашей программе тоже это прекрасно, понимаем. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что каждую пятницу в 20.00 включайте телеканал «Актиз» и смотрите благотворительные телемарафоны. Мы будем работать для вас в прямом эфире на протяжении полутора часов. Совершенно верно. Я сделал свое объявление. Давайте будем все вместе делать общее, хорошее и доброе дело и делать город Ангарск красивее. Присоединяйтесь и вы к нам. Да, спасибо, хорошего настроения. Спасибо вам, ребят, спасибо. Приходи к нам еще в гости. С удовольствием. Продолжение следует... Продолжение следует...